В 1962 году между Советским Союзом и Соединенными Штатами росло политическое, дипломатическое и военное противостояние. Мир стоял на пороге ядерной войны. Этот период нашей истории назвали Карибским кризисом. После победы революционных сил Фиделя Кастро СССР вступил в тесное сотрудничество с кубинским народом. Это было выгодно обеим сторонам. Куба получила поддержку одной из самых сильных держав мира, а советское государство обрело первого союзника по ту сторону океана. Экспозицию, посвященную этому историческому периоду, открыли в Одинцовском музее. На выставке можно не только узнать о том, как была отведена угроза ядерной катастрофы, но и увидеть уникальные архивные материалы. Вот здесь фотографии кубинской революции. Дальше здесь секретная карта идет генерального штаба. Она очень секретная. Здесь расположение наших советских войск на территории Кубы. Здесь представлены интересные факты стратегической операции по переброске войск и ракет на Кубу. Записи солдат. Посетители выставки могут пообщаться и с участниками тех событий. Начальство вызвало. Сказали, вы поедете в секретную командировку. Куда, чего, мы не знали. Пока не отплыли от Советского Союза. И то не сразу нам сказали об этом. Население встречало нас дружелюбно. Все Руси, Русь, Русь. В общем, население относило их к нам очень хорошо. 27 октября в музее пройдет встреча учеников Одинцовских школ с воинами-интернационалистами. Участники кубинских событий поделятся с ребятами своими воспоминаниями. Продлится выставка до конца октября. Вход свободный. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.